Друзья, приветствую всех на канале, с вами Моралхира и сегодня вышел тот самый анонс праздника День Космонавтики, который многие из вас ждали. Поэтому в свою очередь не забывайте подобный видеоролик поддерживать пальчиками вверх, также если вы первые на канале подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Но я в свою очередь не теряя времени уже перемещаюсь на ту самую новость о том празднике День Космонавтики, который нас уже ждет завтрашним рестартиком. Вот такие котики, друзья, которые летают в космосе, изображены на нашей картинке плюс плагина Тесла, что же это могло бы значить. Ну и конечно, друзья, в ближайшие дни у нас ждет в игре скидочка, скидка на наши микропрокачки, также гаражик, который в нашем случае в скором времени также в некотором плане преобразится, но об этом чуть-чуть в дальнейшем. Возможно, те видеоролики, которые видели ребята предыдущие, конечно, уже об этом знают, а если пропустили, обязательно забегите и посмотрите. Получается, магазинчик в пятницу, друзья, гаражик в субботу, ну и на МПК в воскресенье. То есть получается, как и на прокачку 30%, так же и на улучшение. Ну, видимо, по крайней мере, так понимаю, потому что нет той самой 50% на скидки на прокачку, точнее ускорение, которое, кстати, из нашей игры вовсе пропадает. Поэтому, наверное, так оно и есть. Скорее всего, почему? Потому что реально это нововведение в скором времени в нашей игре появится. По форматикам, друзья, два формата нас ждут. Демки, каждый сам за себя и второй вариант тоже каждый сам за себя. Это с 21 по 24 апреля и с 14 по 17 апреля. Получается, в первом режимчике вы играете на рельсе и хопере, во втором на страйкере и хопере. Ящики с припасами будут в первом режиме доступны, так же и припасики, и зависимые колданы. Больше золотых ящиков, золотые ящики просто и овердрайвики, и ядер энергии, и группы. То есть, вот такой интересный функционал в плане того, что голдов будет больше. Не только голды, но еще и больше. То есть, реально нам можно будет в этом режимчике как вариант пофармить ту же самую возможную энергию. Но я в самом случае, честно говоря, вот подобные форматы, особенно если это будет режим какой-нибудь космоса, не очень люблю. Вы, в свою очередь, напишите в комментариях. Как по вашему подобный режимчик, понятно, что День космонавтики как раз таки за собой предполагает, что будет что-то в виде космического режимчика. Но вот мне подобные режимчики не сильно в последнее время заходили. Во втором режимчике будут припасики, друзья, больше голдов, обычные голдики, так же овердрайвики и группы. То есть, остальные уже пункты в виде устройств, возможно, микропрокачек и всего остального отключены. По поводу спецук, друзья, тоже интересная тема. Ежедневные танкоины имеются, то есть будут как раз таки на протяжении нескольких, видимо, недель, а точнее, наверное, 10 дней в игре. Также приложение у нас получается первокосмическое. Это 15 ультраконтейнеров, 15 контейнеров и 3 ядер энергии. 2000 танкоинов, точнее, 1900 даже. И 250 ультраконтейнеров, которые вам обойдутся в 20 тысяч танкоинов. В контейнеры, кстати, добавляют новые устройства. Наша автоотжигающая фокусировка, поэтому есть и интересно будет, друзья. Если активность на видеоролике хорошая будет, а вы, в свою очередь, не забывайте поддерживать пальчиком вверх, то обязательно мы это вместе с вами в ближайшее время обязательно протестируем. Также скин XT и наплодинчика и скорпиончика, снаряды миротворец для громика, кризисы, броненосцы и все, что можно получить из обычных контейнеров. Дальше у нас особые миссии, друзья, обязательно, конечно. Как же день космонавтики без особых миссий. Поэтому в нашем случае, как на первой неделе, будут доступны миссии, в которых вы получаете ультраконтейнеры и немножечко звездочек. За цепочку миссий также и во второй части получаете за цепочку миссий уже ультраконтейнеры плюс звездочки и небольшое количество ультраконтейнеров уже по итогу за каждую миссию, которую проходите в нашей игре. Фонды, друзья, и опыт также будет на протяжении всего этого праздника с 14 апреля по 17 апреля, но и с 21 по 24. То есть на протяжении всех этих дней вы можете фармить вдвое больше, как и опыта, так же и кристаликов. Особенно если имеете еще премиум аккаунт, который наловили с того самого праздника 1 апреля, то очень даже неплохой вариантик будет. Также у нас говорят о том, что будут мегаголды. Честно говоря, на 1 апреля мегаголдов я вообще не видел, по крайней мере в праздничном режимчике. Может быть в обычных форматах он и падал, но я его там, к сожалению, разу не видел. Возможно, вы напишите также об этом в комментариях. Так, встречали ли вы и ловили ли мегаголд как раз-таки во время того, как ловили праздничные голды с премиум аккаунтом. Оформление, получается, в нашей игре меняется. Праздничная краска, билбордики, праздничный скин на каргодронах, праздничный скин дропзона золотого ящика, праздничный экран загрузочки. Вот такие, друзья, новости по поводу Дня Космонавчик. Честно, на самом деле, много чего уже в нашей игре было подобного. То есть, ничем, наверное, в этом случае нас разработчики, к сожалению, не удивили. Но, как минимум, скидочки, и это приятненько то, что реально в нашем случае в скором времени будет в игре. И, в целом, мы можем воспользоваться, конечно, сэкономить кристаллики и что-нибудь себе новенькое прокачать. Поэтому, друзья, делитесь своими комментариями обязательно в чате под нашим видеороликом, что, по-вашему, вы ждали от этого праздника. Ну и, в целом, если были впервые на канале, подписывайтесь и прожимайте колокольчики. Ну, а с вами был Immortal Hero. Желаю всем хорошего дня, ну и до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok